Приветствую всех любителей хорошего кино. Сегодня очередное новое видео на моем канале, в этот раз видео посвящено изданиям к фильму Эверест. Фильм 2015 года, достаточно серьезная драма с большим количеством известных актеров. Здесь на этом коллекционном издании большая часть перечислена таких мировых звезд. Сэм Вортингтон, Кира Найтли, Робин Райт, Джей Джилленг Холл и многие-многие еще другие. Некоторых назвал. И вот начну этот обзор с чешского издания. Такое коллекционное издание Стилбук, еще в картонном фуллслипе. Достаточно красивое издание получилось. Такой еще эффект такого-то снега. Надеюсь, сейчас в свете лампы должно быть это видно. Забавное решение. И передняя, и задняя часть сделана. Вот это чешское издание от Фильмарены. Это номерная версия. Еще один был подобный у них вариант, только для неномерной версии. Там немножечко другой арт с Эверестом самим. Вот. Красивое издание. Довольно-таки большой тираж. 2000 изданий таких было выпущено. Вот именно таких. На самом деле для коллекционного издания достаточно большой тираж. Но все равно. Фильм довольно-таки тепло был встречен. Давайте посмотрим, что внутри у нас этого издания. Перейдем более детальному. Так. Ну, здесь у нас буклетик. Мы сейчас к нему вернемся. И вот такой у нас внутри стилбук с магнитной накладкой. То есть это вот сверху на стилбук магнитится такая накладочка. И вот кадрики меняются. Да, должно быть видно. То гора, то наши герои. Это магнитная накладочка. Мы можем ее отделить от стилбука. Сзади она такая черная. Так. Ну и вот сам стилбук общемировой. Возможно, многим известен, кого интересовал этот фильм. Ну, фильм, как я уже сказал, достаточно хорошо был встречен в мире зрителями. Несмотря на то, что такая достаточно серьезная драма. Давайте посмотрим теперь, как внутри выглядит стилбук. Ну, в общем-то, вот этот арт, да, тот же, что и на 2D диске. Вот. 3D диск. Другой арт имеет. В общем-то, вот такие же арты, как и на отечественных наших зданиях. Вот. Вот в этих... Это чешское здание, как я говорил. Вот в чешском здании эти диски имеют русскую локализацию. В чем особенно интересно, да, для российского зрителя, для коллекционеров. Так выглядит в развороте стилбук. Достаточно приятный, такой аккуратный, без каких-то супер изысков, но и некий стилбук такой. Давайте посмотрим, так, что же у нас еще было. Что за буклет, и что за карточки. Давайте теперь перейдем к ним. Так, давайте так, карточки. Ну, давайте начнем с буклета, да. Как обычно, вот так делаю. Пробегусь просто по страничкам мельком. Покажу, что здесь. Ну, здесь, да, я так понимаю, здесь кадры со съемок, кадры из фильма. Возможно, и то, и то. Текста нет, как мы видим, только фото. Ну, это, кстати, достаточно из ранних еще выпусков фильм-арены. Вот, скажем так, может быть, более поздние издания даже в чем-то круче у них стали, но я считаю, это издание тоже очень хорошее. Да, в общем-то, я больше и не знаю, что кто-то еще делал коллекционки по этому фильму в мире. Поэтому определенное такое новшество будет за фильм-ареной, да, по этому фильму. Ну, это номерная карточка. Вот сюда я ее переместил. Ну, давайте посмотрим, что же еще было в комплекте. Сейчас я достану вот эти карточки. Так, итак, у нас вот одна вот такая карточка. Ну, сзади написано, да, вот на сиреневом фоне Эверест, но на всех карточках так сделано. Одна такая большая. И два комплекта маленьких карточек. Сейчас их тоже посмотрим. Так, маленькие карточки у нас тоже сзади имеют вот все вот такой задний фон. Сиреневый с названием. И вот эти карточки. Карточки с основными героями. Подписаны все именно. Вот. Так, это вот карточки сиреневыми. И еще есть комплект карточек черных. Вот. Три такие карточки. Ну, не буду ничего полерить или говорить. В общем, вот такие вот два разных набора карточек. Ну, и, да, и сама карточка, которая, ну, сзади номерная прикреплялась. Я ее вот сюда прикрепил, чтобы она не болталась. Ну, тоже арт использован довольно-таки известный для этого фильма. Так, ну, ладно. Давайте собираем все это вместе и переходим к нашим отечественным изданиям. У нас в России эти фильмы выходили от компании NDPlay. Вот два варианта было изданий. 2D, 3D. Вот. И, в общем-то, хорошо. Ну, в общем, приятно, что использованы были разные арты. Собственно, как и вот на накатках дисков, да, в большинстве мире. Видите, вот. На 2D была такая накатка и, соответственно, здесь такая обложка. Вот. И на 3D диски. Обложка с эверестом. И накатка на диски. Надпись до 3D. И вот мы видим, тоже надпись. Тоже накатка тоже с эверестом сделана. Ну, в принципе, прикольно, да. Разные накатки дисков, разные обложки. Хотя бы в этом. Ну, сзади практически одинаковые. Ну, отличаются только что из перечисленных дополнительных материалов. На 2D диски, да, вот список материалов. Достаточно много. Ну, среднее количество, ну, немалое. Вот. С переводом на русский язык субтитрами. Ну, в принципе, да, там много чего интересного. Вот. Рассказано про этот фильм, который, кстати, снят по реальным событиям. Вот. И такая довольно-таки серьезная драма, как я уже говорил в начале. По языкам, да. То есть, в принципе, достаточно много стран, где можно подобные диски с русским языком купить. Ну, если даже, да, вот, не найдете наши отечественные. Хотя, мне кажется, найти вполне реально все еще. Вот. Достаточно много стран. Значит, европейские страны, где выпускался такой же диск, да, с русским, это Чехия, Венгрия, Португалия, Польша, Испания, Болгария, Греция, страны Балтии, Румыния и несколько еще азиатских стран. Индонезия, Китай, Корея, Таиланд. Ну, Тайвань, наверное, да, правильно сказать. Вот. Тайвань. И на 3D-диске очень похожий набор языков, да, где был выпущен по... именно по европейской части, а вот азиатских стран нет. То есть здесь набор поменьше. То есть здесь Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, страны Балтии, Греция, Румыния и, по-моему, еще Турция добавлена, да, вот. Это вот что касается 3D. То есть поменьше вариантов. Ну, с самого стран довольно много. В принципе, найти с русским языком не так уж сложно, если кому вот в коллекцию нужен будет диск. Ну, вот, в общем-то, и все, что хотел сказать про наше отечественное издание. Ну, давайте будем подводить итоги. Так вот мы сегодня посмотрели эти издания. То есть чешское коллекционное издание в тылбук в клипе и наше издание 2D, 3D. Те, кому интересны эти актеры, интересуют этот фильм, коллекцию, ну, конечно, однозначно рекомендуется чешское издание коллекционное. Ну, а наше издание хоть чуть попроще тоже. Ну, те же самые диски, те же самые актеринг. Все тоже замечательно, хорошее издание. Ну, на этом, пожалуй, будем завершать. Вот, смотрите и другие ролики, другие видео на моем канале. Недавно появилась новая рубрика еще, чтобы смотреть. Тоже, может быть, вас заинтересует немножко в другом формате Распрофильмы. Ну, а так вот, в остальном, ну, сами разберетесь, все найдете на канале. На сегодня это все. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok